Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 14-го тура английской премьер-лиги Уотфорд-Челси. Встречаются 16-я и первая команда АПЛ текущего сезона. В 13-м туре Уотфорд ожидаемо проиграл Лестеру на выезде 2-4. Двух забитых голов шмелям не хватило даже для ничьей. В первом тайме Мэддисон подкоролил ошибку защитника и расстрелял Бахмана с близкого расстояния. А потом Варди забил два очень красивых гола сначала ногой с острого угла, затем и головой закинул мяч. Подданный с угла поля в дальнюю девятку. Во втором тайме был не футбол, а катание по снегу без коньков. У англичан не нашлось даже оранжевого мяча, поэтому футболисты с трудом находили белый мяч на белом поле, но сумели в таких условиях по разу забить. Челси едва унес ноги в домашней игре с МЮ, имея колоссальное преимущество. Чего только стоит соотношение ударов 24 на 3 и угловых 15 на 2. Глядя на эти цифры, можно подумать, что Челси играл с каким-нибудь Суонси. Но в футболе считаются не цифры, статистики, а голы. А с этим у команды Тухеля возникли проблемы. В первом тайме у хозяев были два момента. Сначала Хо Цанадои с Вердером вышли на одного ДХ, но первый пожадничал, решив стать героем матча, и не получилось. ДХ ногой отбил удар, а чуть позже Рюдегер зарядил в перекладину. И у МЮ вообще ничего не было. В тайме втором гости из ничего забили гол. Жоржини не смог остановить высокую свечку, выкатив мяч на ногу Санчо, который убежал с центра поля, один на один с Менди и без проблем реализовал свой шанс. Правда, через 20 минут Жоржини исправился, реализовав пенальти, который был достаточно спорным. В итоге Синие, имея подавляющее преимущество, едва отскочили на ничью. Очные матчи. В последних 10 очных матчах учился 7 побед при 1 поражении и 2 ничьих. 7 из 10 последних очных матчей были на обе забьют, да и 9 на тотал больше. Последние 4 очных матча выиграли Синие. Последние 8 очных матчей были результативными. У Отфорда идет серия из одного непроигранного матча, за которым идут 2 проигрыша. На очереди стоит как раз второй проигрыш, который закроет третью итерацию. Последние 2 игры Шерчки провели очень результативно, забив 6 и пропустив 5 голов. Это очень много для команды Раньери, по крайней мере в плане забитых голов. Куда чаще у Отфорда играет связку, тотал меньше обе забьют, нет. В домашних матчах у Отфорда выиграл первый предыдущий матч в очень результативных матчах, а в остальных 4 домашних играх забил только 1 гол и взял только 1 ничью. У Челси идет серия из 11 матчей без поражений. Как и у Отфорда, Челси играет связку из двух сухих побед и ничьей 1-1. Такая связка прошла уже трижды и похоже есть все шансы на четвертый заход. То есть здесь по плану Челси стоит сухая победа. В этом сезоне команда Тухеля на выезде играет просто бомбезно. Только один пропущенный мяч, да и тот с пенальти от Ливерпуля и 5 побед в 6 выездах. Синие очень неэффективно отыграли против МЮ по типу Брайтона, когда из двух десятков ударов по воротам забивается только один гол, да и тот с пенальти. В очных матчах с Уотфордом Челси в последних играх не испытывает проблем. Походу их не должно бы быть и в предстоящей игре. Ну если конечно же это будет игра на зеленом газоне, а не на снегу. Поэтому здесь ничего иного сложно придумать, как где-то в районе 0-2 или 0-3. Из связки тотал больше обе забьют нет победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 1.75, на тотал больше 1.74, на победу гостей 1.37. Но здесь можно за базу предложить такой трусливенький вариант победу гостей с фурой минус 1 за 1.53. Сложно представить, как должно снова не фартить синим, чтобы они не выиграли у такого Уотфорда. В норме здесь должна бы быть победа в два мяча или более. В качестве альтернативы, наверное, можно рекомендовать тотал больше за 1.74. Эта пара играет очень результативно. Очные матчи, но тут при плохой погоде запросто может быть и 0.1 и 0.2. На роль доходного варианта здесь можно попробовать взять либо тотал больше 3.5 за 2.70, либо куда более реальная победа гостей с фурой минус 1.5 за 2.04. Против тотал больше 3.5 последние два матча у Уотфорда, который отыграл очень результативно. Три матча подряд на тотал больше 3.5 шершни играют крайне редко. Также есть опасность плохих погодных условий. Поэтому куда более реально и надежно взять все же победу гостей с фурой минус 1.5. Хотя этот вариант и дублирует как бы основной. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!